Ну что ж, друзья мои, далекие и близкие, вот такая у нас весна. Ну, похоже, такая весна, она у нас везде. Приходила я, попросили меня попереводить. Я-то думала, что просто попереводить. Оказывается, уже и пригодились мои знания. И с предыдущей семьей, там, где мы бывали, и в школу оформляться. Ну и, наверное, я решила этот весь ролик посвятить ответам на вопросы. То есть самые злободневные темы на данный момент в Германии, с которыми мне непосредственно приходится сталкиваться, это беженцы из Украины. Вот так вот городок наш Обертойринген. Можно сказать, маленький да удаленький. Итак, ребята, беженцы. Дело в том, что беженцев в Германии очень и очень много. Они есть из Сирии, из Афганистана, из Африканских республик. И есть несколько стандартных параграфов, по которым беженцы принимаются здесь, по которым они сюда прибывают, размещаются, получают помощь, устраиваются на работу. Либо они не имеют права работать по данному параграфу. Более-менее сейчас я об этом, обо всем и расскажу. Разумеется, вся ситуация зависит в первую очередь от самих людей, прибывающих в Германию. Как долго здесь они собираются находиться? Собираются ли интегрироваться в местное общество и начать через какое-то время работать? Или просто через какое-то время вернуться на родину? На данный момент пока неизвестно в процентном соотношении, насколько много в Германии тех или иных беженцев той или иной категории. Дело в том, ситуация меняется практически ежедневно. Есть масса людей, которые приехали, как и ранее. Приезжали они в Германию по безвизу, и они могут здесь находиться 90 дней без визы. И потом эти 90 дней можно продлевать. Им не нужна прописка, не нужна регистрация по месту жительства. Эта категория прибывших в Германию не требует социальной помощи. Они предполагают в скором времени вернуться домой. Они сами платят, сами оплачивают свое жилье, пребывание. Как правило, снимают квартиры, дома, либо пользуются услугами отелей. Единственное, где им нужно будет зарегистрироваться, это в организации по делам иностранцев в том городе, где они проживают. Эти люди не получают ни медицинской страховки. Они полностью находятся на самообеспечении. И понятно, что они абсолютно свободны в своих действиях. Захотели завтра переехать в другой город или в другую страну, сели и поехали. Либо послезавтра они захотели вернуться на родину, сели и вернулись. Кстати, что немаловажно, эта категория беженцев, она не имеет права на работу. Самая многочисленная категория беженцев, это те люди, которые приехали и зарегистрировались здесь по параграфу номер 24. Этим людям предоставляется вид на жительство на год с возможностью продления его потом до трех лет. Как правило, этих беженцев сначала размещают в общежитиях, в лагерях для беженцев. Ими занимаются волонтеры, им подыскивают жилье. Как только жилье предоставляется, по этому адресу они проходят регистрацию. Этой категории беженцев предоставляется медицинская страховка, материальная и социальная помощь. Дети школьного возраста обязательно устраиваются в школы. И по параграфу 24 беженцы имеют право на работу. Итак, если коротко, то 24 параграф в данном случае это для людей, которые просят временного убежища. И я сама была свидетелем. Вопросы по людям, которые приехали сюда по 24 параграфу, решаются все достаточно быстро. Удивительно быстро, на мой взгляд. И третья многочисленная группа беженцев, которая называется «Азюль». Как правило, это беженцы, которые просят политического, например, убежища. И я видела ролики, когда люди рассказывали, при пересечении границы им предлагали, настойчиво предлагали зарегистрироваться именно по параграфу «Азюль». В чем же разница? А разница колоссальная. Этих беженцев отправляют в лагеря для беженцев. Извините за тавтологию. Выбора практически никакого, в какую землю отправили туда и поедете. Это могут быть и отели, это могут быть и палаточные городки на территории выставочных комплексов. Материальная помощь выдается только на карманные расходы. Разумеется, централизованное питание. Разрешения на работу у этих беженцев нет. И, как правило, до 15 месяцев идет разрешение их вопроса. Рассматривается возможность принятия их как беженцев в Германии. Самое главное, ребята, что еще не факт, что решение будет положительным. Но для людей, которые не ищут работы и которым нужно какое-то обеспечение материальное, совсем небольшое, чтобы было питание, чтобы была крыша над головой, вполне возможно, им этого и достаточно. А при положительном решении их вопроса они имеют право остаться в Германии навсегда, сразу и навсегда. То есть без всяких проволочек, на один год видно жительство, потом до трех лет, потом еще какое-то рассмотрение, сможете ли вы себя обеспечивать. То есть есть смысл и в том, и в другом варианте. Каждый для себя выбирает свое. С другой стороны, и по тому, и по другому параграфу, если Германия пришла к выводу, что вам уже ничего не угрожает, то вы, по большому счету, по какому параграфу вы бы здесь не зарегистрировались, вам все равно предложат вернуться на родину. А еще у соискателей по параграфу «Азюль» у них есть еще такой нюанс. Если в итоге у вас положительное решение вашего вопроса, то вас в том числе могут и отправить на проживание постоянное в ту страну, в которую вы прибыли впервые, то есть по пересечению границы. То есть если мы, для примера, возьмем сейчас украинцев, то есть, предположим, вы из Украины пересекли первую границу с Польшей, либо, допустим, с Румынией, либо с Молдавией. То есть в ту страну вас могут и отправить. Не обязательно, что вы останетесь на проживании в Германии. Организации Евросоюза решают эти вопросы ежедневно, ситуация меняется ежедневно. Информации очень много в открытых источниках, в интернете, в различных группах, в сообществах. Сейчас активизировались блогеры, стараются как можно информативнее делать свои ролики. Во всех организациях очень много волонтеров, которые говорят на русском, украинском языках. И, как по мне, конечно, лучше всего информацию получать из первоисточника. Есть вопросы, есть возможность, нужно идти в те организации, где вас регистрировали, где у вас принимали документы, где вам присваивали конкретный параграф. Конечно, помогают волонтеры, стараются активно работать и эти организации. Тем не менее, как практика показывает, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. У каждой семьи и у каждого конкретного человека своя ситуация. А еще, конечно, сколько людей, столько и мнений. Ну а Германия готовит новые законы для беженцев. Так что оставайтесь на связи и посмотрим, что будет. Продолжение следует...